Зажигательные ритмы, грохот на всю улицу и невероятная энергетика. Все это о фестивале барабаны мира, которые в эти выходные проходят в одном из горных курортов Сочи. Участники буквально соревнуются в изобретательности. В ход идут далеко не только музыкальные инструменты. Все, чтобы зрители заряжались хорошим настроением и демонстрировали свои оглушительные способности. Репортаж Алены Евтиковой. Увлечь за собой пританцовывающую толпу фестиваль шествия получается как-то само собой. Улицы одного из горнолыжных курортов Сочи на время отданы под музыкальные батлы барабанов со всего мира. Эти ритмы согревают на морозе и создают неповторимую атмосферу карнавала. Нам очень нравится этот драйв, это внутренний позитив. Очень классно. Создает настроение, ритм такой. И душа поет, и дело хочет танцевать. Ну что-то такое зажигательное, зумба, джига там. Фестиваль открытый, здесь роль каждый выбирает сам. Можно быть зрителем или поучаствовать в импровизации, даже не имея музыкального образования. Как здесь говорят, барабан подчиняется тому, кто слышит его пение. Так, в этом оркестре, состоящем из одних ударных, профессиональных музыкантов напересчет. Но это не мешает столичному коллективу рождать мелодии, будто только сошедший с улиц карнавального Рио-де-Жанейро захватывает с первых нот. А потому что легкий носить, видите, как отношение надо. Котя все равно приходится всем, естественно, помогать, поэтому... Котя, ты играешь на тамбурине, но ты носишь сурду. Все равно, потому что мальчик. Стереотипом здесь не место. Чемодан, коробка чая, а с трубой музыкальной готова конкурировать водопроводная. Этот коллектив извлекает мелодии из того, что под руку попадется импровизация и их конек. Многие из инструментов сделаны своими руками. Вперед, солесочка, а смолу, но... И он еще называет плач гнома. Еще он может создавать звуки, как дельфин. И квакать, как лягушка. При мудрости игры на барабанах объясняют на мастер-классах. Музыкант джага, самбо и сенегала привез джембо. Этот инструмент традиционен для Африки. На африканском инструменте, на дембе, и можно и каленки даже играть. Потому что можно и русские, и африканские ритмы совмещать. А в Африке его иногда используют для даже летения больного. Да, это как лекарство. Сочинцам и гостям города шумный, но такой зажигательный фестиваль барабанов мира пришелся по душе. Не исключено, что он получит на курорте постоянную прописку. Алена Евтикова, Валерий Бжанов, Владимир Беляев и Дмитрий Баранов. Первый канал. Сочи.